Всем привет! Сегодня у меня скопилось творога порядочно, здесь килограмм. Я буду делать плавленый сыр. Я вам показывала как-то твёрдый сыр. Мы уже несколько раз делали, съедаем. И вот сейчас хочу сделать плавленый сыр для разнообразия. Здесь у меня килограмм творога, можете пополам делить, или там одну треть взять. Но у меня вот килограмм. Два яйца. Растопила сливочное масло, чтобы получше было взбить. Можно и такой, комнатной температуры просто. 100 грамм масла. Немного посолю, не хочу пресным, чтобы сыр был. Так, немножко посолю. И соды. Сода нам нужна для того, чтобы расплавился творог. Без соды плавление не получится. Всё, теперь берём погружной блендер и взбиваем. У кого нет блендера, просто вилочкой всё хорошо разводим. И точно так же, там будут некоторые вкрапления, даже блендером пробьёшь, и то вкрапления бывают. Будут некоторые вкрапления, ничего страшного в этом нет. Всё получится. Только нужно, чтобы творог был хорошего качества. Я из магазинового делала, а теперь из домашнего делаю. Но порой и из домашнего не получится, если творог старый и хороший, очень кислый, тоже не получится. Итак, я взяла вот такую широкую ёмкость, потому что у меня много творога. Вот так он взбился. Не сильно я его, у меня сил нету, долго его взбивать. Размельчать тоже. Крупинок тьма-тьмущ. Ещё можно сказать, что я просто смешала творог, яйцо, масло. И всё. И сейчас будем плавить. Сначала сейчас на сильный огонь только начнёт плавиться, и я сразу переключаю на маленький. От творога не отходим от этой массы. Он плавится, начнёт мгновенно. Поэтому может пригореть. Нужно постоянно перемешивать. Вот он, постоял полминутки, вот уже начинает плавиться. Убавим. Стоял на шестёрке, убавил на тройку. И вот уже у нас творог весь расплавился. Сейчас покипятим маленько, пару минут до бульков. Можно отключать. Всё, наш сыр готов, я вижу. Уже отключаю и буду переливать в ёмкости для застывания. Вот перелила я сыр в ёмкости. У меня здесь по 500 грамм где-то. Ну, получилось у меня где-то 450, каждый, наверное, ну, 900 грамм плавленого сыра. Сейчас я закрываю, убираю в холодильник, чтобы сыр застыл. Сейчас он вот жидкий. И вот прошло какое-то время. Наш сырок постоял в холодильнике. Я закрыла плёночкой в стык, чтобы корочка не образовалась. Сейчас я сниму. Вот. И сейчас уже закрою крышками и поставлю в холодильник. Одну порцию детям увезём. Вот такой сырок получился. Вот. Как Хохланд. Как Хохланд. Вот. Вот так мажется. Прекрасный сырок. Просто прекрасный. Ну, я его варю, конечно, уже несколько лет. Я знаю. Ну, а кто не умеет, пожалуйста. Пожалуйста, готовьте. Раскладку я напишу под видео. Вот такой прекрасный сырок. Очень вкусный. Обалденный. Обалденный. Я его пробую ещё в стадии готовки, чтобы там солить чуть-чуть. Если, может, кому-то соленоватый, соль можете не класть, а можете соль с сахаром сделать. Ну, с сахарозаменителем. Так что, готовьте. Так что, готовьте. Наслаждайтесь. Это очень вкусно. Вкусно-вкусно. Всем пока-пока. И до новых встреч.